Всем привет! А вы знали, что есть 12 модификаций ВАЗовской копейки? Если нет, тогда посмотрите этот обзор всех моделей. Двухдверки, версия для спецслужб и, конечно, экспортные варианты Жигулей. Некоторые из них были серийными, другие штучными. 19 апреля 1970 года в Тольятти с главного конвейера сошли первые серийные модели ВАЗ. Машину создавали на базе ФИАТ 124. За все время производства выпустили почти 5 миллионов модификаций. В подборке ниже наиболее знаковые и интересные версии первых Жигулей, которые в конце своей жизни и получили прозвище Копейка. ВАЗ-21011 стал первой модернизацией копейки. От классической 01 ее отличали иные бамперы, габаритные огни спереди и задние фонари. На задних стойках кузова появились вентиляционные решетки. В салоне другие дверные карты и передняя панель со вставками под дерево. Но одно из главных отличий 11-й скрывалось под капотом. Это 1,3-литровый двигатель мощностью 69 лошадиных сил. ВАЗ-21013 был абсолютно идентичен 11-й модели, с той разницей, что под капотом стоял двигатель объемом 1,2 литра. За все время производства было выпущено более 2 миллионов этих моделей. ВАЗ-210194 был модификацией для милиции и спецслужб. Если не считать милицейской раскраски и проблесковых маячков, то эта модификация отличалась еще и двигателем. На этой модели стоял двигатель от ВАЗ-2103 на 74 лошадиных силы. ВАЗ-21018 и 21019 создавались также для спецслужб. На эти автомобили устанавливали роторные двигатели. Сначала односекционные на 70 лошадиных сил, а затем и двухсекционные мощностью 140 лошадиных сил. С такой энерговооруженностью авто развивало почти 180 км в час. ВАЗ-2101 Тур Европы. Почти сразу после производства на авто примерили спортивный облик. Уже в 1971 году несколько ВАЗ-2101 приняли участие в международном ралли Тур Европы, дистанция которого состояла без малого 14 тысяч километров. Дебют оказался удачным, ВАЗовская команда завоевала серебряный кубок. ЛАДА-1200С. Европейская экспортная модификация 13-й. У машин с литрой S в черный цвет были окрашены окантовки передних фар, решетка радиатора и наружное зеркало. Диски от ВАЗ-2103. На кузове были дополнительные пластиковые молдинги, а в салоне установлен иной трехспитцевый спортивный руль и сиденье с подголовниками. ЛАДА-1300ЕС. Это еще одна экспортная модификация, на сей раз для британского рынка. Помимо правого расположения руля, у нее были и иные отличия. Снаружи версия ЕС отличалась от базовой модели крышей другого цвета и виниловыми декоративными полосами по бортам кузова. В машине были установлены передние кресла с подголовниками, а также передняя панель от ВАЗ-2103. Правда, все ЛАДА-1300 для Британии оснащались торпедой от трешки. ВАЗ-2101-80. Индекс 80 обозначает не что иное, как год постановки на конвейер. В 1975 году начались работы по модернизации ВАЗ-2101. Были подготовлены макеты серьезно обновленных седанов, а также двухдверного купе на базе 2101. Однако до ходовых прототипов дело так и не дошло. ЛАДА-1600-78. Эта модель участвовала в соревнованиях Тур Европы в 1973 году. ЛАДА-1600. Собрали для ралли. ВАЗ-2101-11 получил несколько другой обвес. Автомобиль обрел новые расширители арок и переднюю юбку, которые затем перекочевали на боевые ВАЗ-2105. ЛАДА-2101-2000 MTX Racing. Это наиболее интересная машина для кольцевых гонок. Подготовлена чешской фирмы MTX. Под капотом двухлитровый двигатель, созданный на основе мотора ВАЗ-2101. На нем была установлена 16-клапанная головка блока, а мощность достигала 180 лошадиных сил. Кузов был максимально облегчен, капот из стекловолокна. На МТX состояла пятиступенчатая коробка передач и самоблокирующийся дифференциал. ВАЗ-2101-5, название модели Карат. Еще одна модификация первой модели для спецслужб. Под капотом двигатель ВАЗ-2106. Также в машине был дополнительный топливный бак и усиленные задние пружины от ВАЗ-2102. И, конечно, Карат был оборудован средствами спецсвязи. Субтитры создавал DimaTorzok